МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Существуют ли реальные угрозы для экономики России в целом и Чувашии в частности в связи с вводимыми санкциями со стороны Совета Европы, США? Как стало известно буквально сегодня, очередной пакет санкций готов, и вопросы его принятия отложены на несколько дней. Тут, может быть, все-таки разные варианты, но мы уже живем в условиях этих санкций, в условиях продовольственного эмбарго. Как-то вот насколько это ощутимо у нас в Чувашии? Я постараюсь сказать о Чувашской республике, так как по санкциям в отношении России и тех проблемах, которые есть сегодня от санкций в Российской Федерации, я думаю, эксперты в России много говорят об этом, и есть очень много мнений. Я думаю, что можно ориентироваться на их профессиональную оценку. Что касается Чувашской республики, понятно, что мы работаем в общероссийском, общемировом тоже пространстве. Здесь можно влияние санкций разделить на две группы. Первое – это что выиграют или проиграют наши товаропроизводители. Если посмотреть внимательно, в том числе на ту статистику, который идет за последние месяцы, мы можем говорить о том, что наши товаропроизводители в большей своей части выиграли от санкций, как введенных со стороны, соответственно, западного сообщества, так и ответных действиях, которые предприняло правительство Российской Федерации. Но первое – мы видим, что наши сельхозтоваропроизводители почувствовали востребованность на свою продукцию, и, соответственно, есть возможность ее реализовать, есть возможность реализовать по понятной рыночной цене. Также наши машиностроители в первую очередь были нацелены на рынки, как российский, так и на зарубежные, не связанные с европейским или с американским рынком. И, соответственно, у них появилась дополнительная возможность по продаже своей техники на российском рынке, так как Минпромторгом России были предприняты целый ряд мер по перечням техник, которые будут покупаться нашими основными потребителями, это нефтяными, газовыми компаниями, электротехнической отраслью. И, соответственно, в эти перечни попали и наши производители. И второй тоже большой рынок, который имели наши предприятия, это химическая отрасль или электротехническая. Они также, в общем-то, почувствовали возможность по реализации своей продукции. И второй блок, если рассматривать влияние на наших производителей, мы понимаем, что мы тоже не избежим здесь каких-то потерь. Это ограничение финансовых возможностей для получения кредитов как в нужном объеме, так и по нормальной стоимости. Эти угрозы есть, но с учетом того, что многие наши предприятия сегодня живут, исходя из возможностей своих и исходя из... И живут посредством. Живут посредством, да, это правильно вы сказали. Поэтому такого яркого влияния с этой стороны на наши предприятия нет. Но, тем не менее, мы понимаем, что основной инструмент, который сегодня двигает западное сообщество, это ограничение допуска наших компаний и финансовых институтов к доступным финансовым средствам мировым по нормальным ставкам. То есть, соответственно, здесь влияние будет. Пока оно не проблематично, и мы не видим со стороны наших предприятий в том мониторинг, который проводим, каких-то болезненных реакций. И есть непосредственная угроза для тех предприятий, которые попали под использование продукции двойного назначения. Это вот наши предприятия электротехнической отрасли, ну и военные предприятия, которые завозят компонентную базу, которая производится в том числе в западноевропейских странах, США. И, соответственно, здесь возможны ограничения просто по ее поставке. Но сегодня со стороны правительства Российской Федерации, в первую очередь, и, соответственно, компаниями проводится большая работа по переориентации на азиатский рынок, ну и партнеры, которые сегодня готовы к контактам. Здесь, наверное, потери и издержки будут, но по информации наших предприятий, собственников, менеджмента, пока они не критичны, и, соответственно, в течение этого года, наверное, не скажутся. Ну, итоги внешнеэкономической деятельности за первые, ну, 9 месяцев, конечно, еще рановато, сентябрь еще не завершился, ну, допустим, за первое полугодие. Как-то вот почувствовалось, или, может быть, летом какой-то спад обнаружился, или все идет на том же уровне, остается? Ну, внешнеэкономическая деятельность Чувашской Республики за последние три года характеризуется снижением. То есть говорить о том, что это влияние, опять же, санкции, здесь, наверное, не приходится, если посмотреть, как снижается экспорт, как снижается импорт, мы видим, что снижение экспорта значительно ниже, чем импорта. То есть, в принципе, наша продукция на тех рынках, на которых она должна продаваться, она продается. Это, в первую очередь, опять же, химическая отрасль, машиностроение и предприятие пищевой промышленности, в первую очередь, ОКОН. То есть они как экспортировали свою продукцию в страны ближнего зарубежья и вот традиционные страны, кто потреблял наши продукты. Здесь сокращается доля импорта. Это и есть, да. Есть небольшое влияние по химической отрасли, это, в первую очередь, средства защиты сельхозрастений. Это наша компания «Август», которая активно работала с Украиной. Ну, здесь, опять же, не санкции, а, наверное, в первую очередь, ситуация в Украине повлияла на экспортные возможности данного предприятия. Ну, если бы те планы, которые были у предприятия, в полном объеме выполнены, я думаю, даже по экспорту снижения за 9 месяцев и не было. Но будем ждать годовых итогов. В целом, внешнеэкономическая деятельность сегодня развивается в том русле, в котором за последние 3 года велась работа. Это открытие новых рынков, новых партнеров и, наверное, какой-то ребрендинг для наших предприятий в плане продвижения своей продукции. Иван Борисович, ну, такая вот очень чувствительная тема для каждого человека. Продовольственная безопасность. Вы председатель оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка в Чувашской Республике. Вот какие проблемы выявились в ходе работы и выявились ли? Сокращается ли количество завозимых продовольственных товаров? Если да, то каких именно? Если не сокращается, значит, порадуемся вместе. Ну, это тема болезни для населения. Вы понимаете, что те санкции, которые ввело правительство Российской Федерации, они затрагивают в первую очередь население Российской Федерации. Ну, и, понятно, производители тех стран, которые, в общем-то, ввели в последние годы агрессивную политику по отношению к нашей стране. Понятно, что правительство России перед собой ставит задачу минимизировать те риски, которые имеются, к сожалению, перед нашим населением, потребителями, гражданами России. И, соответственно, оперативные штабы созданы во всех регионах. В непосредственно Чувашево совершенно верно я возглавил этот штаб. Какая работа проводится? Мы, так же, как все наши коллеги, ведем мониторинг по социальной группе товаров. Это 40 наименований, перечень утвержден правительством России. И мы контактируем с Минпромтором России, кто непосредственно эту работу ведет с регионами. В 240 точках мониторинг налажен через Министерство экономического развития и муниципалитет. То есть работа ведется как с нашей стороны, со стороны статистики, со стороны территориального управления Федеральной антимонопольной службы. Что мы видим? Что по основным пока номенклатурным группам производимых товаров, которые производятся у нас, это в первую очередь сельхозгруппа, это мука, зерно, какого-то яйцо, какого-то значительного роста пока нет. То есть мы видим, что даже за август месяц у нас произошла дефляция. То есть, в принципе, не повышение в целом цен, это именно за счет овощной группы. В дальнейшем, конечно, мы прогнозируем, что частичный рост и в сентябре, в октябре, наверное, он будет. Хотя сентябрь тоже надежда связана, что мы эту ситуацию удержим. Но если посмотреть более шире номенклатурный групп, который зависит именно от импорта товаров, как пример могу привести шампиньоны, которые в последнее время завозились из Польши, в целом в Российскую Федерацию, не только в Чувашскую Республику, мы видим значительное подорожание этой позиции. Лимоны, которые так или иначе тоже завозились из европейских стран, ну и южные, это Испания, Италия и так далее. Здесь тоже есть подорожание этих позиций. Я надеюсь здесь, во-первых, на понимание со стороны граждан Российской Федерации, что когда, так скажем, стоит вопрос о защите собственного рынка, избежать полностью потерь невозможно. Но та работа, которую проводит правительство Российской Федерации по открытию рынков нашим коллегам из других стран, и сегодня уже можем говорить те же, лимоны завозятся из Южной Африки, то есть мы надеемся, что рынок стабилизируется, и, соответственно, цены пойдут вниз, то есть они зафиксируются на рыночной отметке. Эта ситуация и есть, и мы на нее стараемся реагировать. Министерство экономического развития Чувашской Республики проанализировало наш рынок, и сегодня доля импортной продукции составляет у нас порядка 4-6%. То есть, в принципе, мы говорим о том, что если в общей массе посмотреть, это небольшой процент. Понятно, что по каким-то отдельным позициям доля этой продукции может занимать значительные объемы, и здесь, естественно, влияние санкций будет выше. Но главная задача – это открыть доступные рынки для продукции стран-партнеров. Сегодня правительством Российской Федерации эта работа проводится, и, соответственно, важно, чтобы мы вписались в нее и своевременно реагировали на какие-то, ну, так скажем, недобросовестные действия как продавцов, так и поставщиков. Допустим, последняя реакция – компания «Овфрукт», которая поставляет фрукты, резкое повышение цен, уведомление об этом торговых сетей, был сбор информации, мы его довели до управления федеральной антимонопольной службы, и, соответственно, она принимает действия уже в рамках действующего законодательства. Таких моментов, наверное, до, я думаю, конца года будет очень много, потому что желание, в общем-то, заработать на таких моментах, оно у предпринимателей есть. Кому война, а кому мать родна. Мать родна, совершенно верно. Вот как можно предотвратить такие попытки картельных сговоров? Потому что ведь соблазн очень велик. Это точечная работа, это работа и с торговлей, и с сельхозпроизводителями, и работа с переработчиками. Потому что информация-то поступает, к примеру, буквально дней 10 назад почти все производители колбасных изделий уведомили торговые сети о возможном изменении стоимости производимой их продукции, в том числе и нашей, непосредственно на работочном чувашском рынке, ну и ближайших регионах. И изменения это не 1-2%, которые можно понять там и сезонными колебаниями, и изменениями там тарифов, которые произошли с 1 июля, а отразились в продукции где-то 1 августа, так как мы платим за услуги ЖКХ с месячным опознанием, это было бы понятно. Но когда изменения минут на 10-20%, ясно, что там какое-то другое влияние, нужно разбираться в первую очередь в ФАСУ, Минпромторгу России, ну и, соответственно, нашим ведомствам, это Минсельхоз, Минэкономразвитие, Роспотребнадзор. Ну и такие действия предпринимаются, ведутся переговорные с производителями, ведется разъяснение, в общем-то, и все инструменты, которые имеются в правительстве, мы предпринимаем, чтобы таких действий было минимально или возможно их исключить. Я думаю, что каких-то картельных сговоров именно на территории Чувашской республики их быть, наверное, не должно, так как у нас нет таких вот там одного, двух, там трех производителей одной продукции, которые могут ввести в рынок. Которые держат на прошении всех монополистов, мало слова. Соответственно, скорее всего, все-таки у нас будут более-менее рыночные взаимоотношения, и здесь сговоров быть не должно. Это, в первую очередь, наверное, может коснуться на российском рынке, когда мы знаем, что там по тем же фруктам, по ряду позиций, там бывает два-три всего импортера, которые могут, в общем-то, вопросы по ценам диктовать в целом на всю Российскую Федерацию. Ну и, соответственно, Чуваши могут попасть. Иван Борисович, а вот еще такая сторона вопроса, допустим, никакой не картельный сговор, но просто производители перестают продавать свой товар здесь, в республике, по нашим ценам, которые вы им навязываете, как правительство. Мы не навязываем все цены. Ну, все равно, то есть есть определенное давление, правильно? Навязываем цен со стороны. Они в таком случае просто возьмут и идут на сторону. Например, приедут перекупщики из Москвы, предложат более выгодные условия, и оптом заберут все, не знаю, все мясо, все картошку. Может такое быть? То есть поглядывают они уже на сторону? Угроза вот именно такого сценария события, она имеется в регионе. Для этого и создан оперативный штаб, и мы должны изучать ситуацию и своевременно реагировать. Что касается производимых в Чуваши овощей, сегодня организована работа по максимальному доступу к дешевой продукции и населения, и организации, в первую очередь бюджетной организации. Сегодня, если есть желание у кого-то сделать какие-то запасы на определенное время, они это сегодня могут сделать по доступным ценам. Если есть желание со стороны жителей Чебоксара, Нового Чебокса, с других городов Чуваши, нужно активно обращаться как в органы власти, это имеется в виду республика и муниципалитет. И наша задача, которую и глава республики поставил перед правительством и муниципалитетами, и сегодня правительство занимается максимально сделать комфортные условия для жителей Чувашской республики по приобретению продукции, производимых в регионе. Соответственно, мы здесь в ближайшее время, это сентябрь, первая половина октября, цены удержим, и самое главное, дадим возможность на самый тяжелый период, который я для себя прогнозирую, это будет ноябрь, декабрь, первые два месяца зимы, вот по овощной группе, где могут почувствоваться недостаток в продукции, для бюджетных организаций, для населения минимизировать. Что касается яйцо, мясо птицы, молоко, Чуваши тоже их производят достаточно, и сегодня, в принципе, люди могут получить качественную продукцию, производимые нашим товаропроизводителем. Но эта продукция все-таки общая, такого российского масштаба, при дефиците на которую, в принципе, конъюнктура цены значительно влияет, и возможен вывоз этой продукции за территорию региона, о чем вы говорите. Предложения уже наших товаропроизводителей поступают. В первую очередь, это из крупных городов, где не обеспечена своя продовольственная безопасность. Как пример могу привести, один из производителей мяса птицы обозначил, что поступило целый ряд предложений из Уральского региона. Он никогда не делал продаж в этот регион, а уже сегодня поступило по комфортным такие предложения по продаже продукции. Ну, комфортно я назову, я не знаю, так скажем, бухгалтерию данного предпринимателя, но я так понимаю, что это предложение его заинтересовало. Здесь мы будем работать индивидуально. Сегодня все сельхозпроизводители, переработчики, они активно участвуют в программе поддержки по линии Минсельхоза Республики. Соответственно, нужно, в общем-то, вести работу в рамках нашей полномочии. Так как в конечном счете те, кто потерял сегодня свою материальную базу, они в первую очередь должны вести работу по перспективе заменения ее партнерами, которые допущены к нашему российскому рынку. То есть это все-таки импорт продукции. Наши сельхозперерабочие, да, мы планируем нарастить, вот если касаться мяса птицы, у нас ряд проектов сегодня наращивают, темпы работы. Я думаю, что в следующем году у нас будет даже избыток этой продукции довольно значительный. И такие вот предложения, они не будут отражаться на цене. То есть мы сможем и поделиться? Ну, пока вот эти месяцы, я еще раз говорю, будут наиболее тяжелы, так как вот о чем вы сказали, наиболее простой способ позвонить в соседний регион, договориться о цене, допустим, богатой Москве или Тюмени, или там Екатеринбургу, и закрыть те пробелы, которые есть у их переработки. Быстрее и выгодно. За счет вывоза сельхозпродукций ближайших регионов, и то есть изменить вот эту продовольственную карту, конъюнктуру на рынке. Такие угрозы есть, да. Ну, хорошо. А какие-то преференции, какая-то особая поддержка вот таким товаропроизводителям, патриотам со стороны правительства? Предусмотрены дополнительные меры? Вот за то, что они честно стараются работать именно там, где они нужнее. Ну, я думаю, что вводить санкции без дополнительной поддержки отрасли, это было бы неправильно. И здесь вы прекрасно видите, есть поручение главы государства, есть уже озвученная позиция председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, который четко озвучил, что в ближайшее время будут, во-первых, выделены дополнительные средства для отрасли, это в первую очередь и по линии Минсельхоза России, и, соответственно, в области как переработки, так и производства сельхозпродукции. То есть, соответственно, в ближайшее время эти новые формы и объемы средств будут доведены до сельхозпроизводительных местах. Мы ждем и дополнительные средства, соответственно, и новые формы поддержки. Так как это возможность реализации проектов, и я вот уже сказал, по мясу птицы, прекрасный проект сегодня реализует Чебоксарская птицефабрика. Они должны выйти на производство 55 тысяч тонн производства мяса птицы. Сегодня подписано, ну не сегодня именно, а вот неделю назад подписано соглашение со Сбербанком России о кредитовании данного проекта на 3 миллиарда 170 миллионов рублей. Сегодня, естественно, нужно, чтобы данный проект попал на субсидирование, так как за последние годы когда вот нехватка средств субсидирования по инвестиционным кредитам наружу в целом по Российской Федерации, не одобрялись проекты новые. Я надеюсь, что вот в рамках новых форм, старых форм и выделенных дополнительных средств эти проекты будут поддержаны и как фактор, соответственно, мы получим дополнительную продукцию и ускорение реализации данного, конкретно данного проекта, ну и в целом отрасли. То есть, соответственно, мы ждем всех этих решений и будем их реализовывать на практике здесь, в регионе. Иван Борисович, ну вот буквально недавно, на прошлой неделе, состоялся официальный визит министра сельского хозяйства Российской Федерации Николая Васильевича Федоровича в Чувашу. Речь, насколько я знаю, тоже шла и о продовольственной безопасности, и о поддержке сельхозтоваропроизводителей. В общем, что-то вот должно измениться у нас после этой встречи, после этого разговора? Или... Ну, скажу так, что на встречу, как таковую, наверное, правительство особо не ориентируется, с чем это связано. Что у нас принята долгосрочная программа, где все ориентиры и акценты расставлены, и, соответственно, сформированы долгосрочные планы развития отрасли. Поэтому любая встреча, визит ли министра сельскохозяйства, или даже главы государства, это все-таки оперативный визит по оценке текущей ситуации, которая происходит сегодня на рынке. Поэтому... И в отрасли как таковой. Поэтому мы ориентируемся в первую очередь на свои программные решения и на долгосрочный вектор разработанных механизмов развития отрасли. Поэтому я могу сказать, что от визита у меня лично осталось двоякое впечатление. Во-первых, делегация практически находилась на территории Чуваши пять дней. Ну, а вот из пяти дней в принципе поработали более-менее активно это один день. То есть это 2 сентября. Были визиты в Батаревский, в Янтикский район. Прошло ознакомление с площадками, которые, в общем-то, были введены в предыдущие годы и сегодня наращивают производство. Ну и, соответственно, прошло итоговое заседание. По итоговому заседанию могу сказать о том, что было очень много оперативной статистики, которая, как я уже подчеркиваю, отражает как бы текущую ситуацию, которая складывается в отрасли по этому году. Очень мало обсуждалось каких-то стратегических вещей, на которых, по моему мнению, нужно было бы заострить внимание, выдать какие-то рекомендации и правительству, в общем-то, и провести оценку предыдущих лет. Потому что сельское хозяйство это отрасль, которая формируется не за один-два года, а 10, а, наверное, даже и 20 лет работы в сельском хозяйстве могут дать определенный результат. Поэтому сегодня мы проводим структурные перемены в отрасли. С чем они, в первую очередь, связаны? В 90-е и 2000-е годы у нас сложилась структура производства сельхозпродукции, когда до 70% собираясь животноводства доходило производство личных подсобных хозяйств. Все понимали, что с 2000-го по 2018-й год мы попадаем в демографическую яму, особенно для сельских районов, где будет, во-первых, старение населения, ну и, соответственно, сокращение сельского населения. То есть, соответственно, методы, делающие ставку на производство в личных подсобных хозяйствах, они решают, что? Решают, наверное, в первую очередь занятость, решают, в общем-то, повышение доходов для вот этой группы населения, но в дальнейшем они не решают вопросов серьезного производства в отрасли. И акцент, ну, соответственно, нужно делать на крупнотоварное производство, на крестьянско-фермерские хозяйства. И за последние три года здесь правительством Чувашской республики по поручению главы республики проведена огромная работа. То есть, сегодня мы видим, что за последние три года снижения производства основных видов сельхозпродукции именно в организациях, именно в крестьянских фермерах и хозяйствах не наблюдается. Сегодня большую работу проводим со статистикой. За последние два года проведена чистка статистики вот именно личных подсобных хозяйств, чтобы мы, в общем-то, к всероссийской переписи, сельхозпереписи подошли с реальными цифрами реальной ситуации в отрасли. Такая же большая работа была за последние годы проведена в жилищном строительстве, когда мы вычислили все, так скажем, двоякие цифры, и сегодня мы имеем реальное положение вещей, когда у нас нормальный баланс в общем вводе жилья, что касается застройщиков, что касается личного строительства, он более такой эффективный. также мы будем иметь реальную структуру в производстве сельхозпродукции, когда хорошая доля крестьянских фермерных хозяйств, крупного товарного производства и сбалансированность по личным подсобным хозяйствам. То есть хотелось бы обсуждать данную ситуацию, но в конечном счете все свелось к обсуждению такой оперативной текущей статистики. Но я надеюсь, что это не последний визит, все-таки большая часть членов Министерства в хозяйстве России выходцы из Чувашии, ну и в дальнейшем они приедут с более конструктивным диалогом, к которому я подчеркиваю, правительство республики готово. Иван Борисович, ну вот еще одна такая же острая, такая же актуальная тема, это помощь людям, которые в силу жизненных обстоятельств попали к нам на территорию Чувашии, вынуждены бежать от войны в Украине. На сегодняшний день у нас в республике проживают под последним многие изъявили желание остаться навсегда и получать гражданство, кто-то значит собирается просто пересидеть вот эти трудные времена и потом вернуться. Какие основные проблемы возникают в организации их жизни, их, не знаю, досуга? Ну, мы все понимаем, что это экстренная ситуация. Любой конфликт, сегодня он на Украине, там, в Сирии или в Ливии, и возникновение беженцев или вынужденных переселенцев или временных переселенцев. Это экстренная ситуация как для соответственно людей, кто попал в данную ситуацию, ну и соответственно для территории страны, региона, который принимает людей. Задача правительства Российской Федерации, главой государства была поставлена создать максимально комфортные и понятные условия для жителей Украины, вынужденных на какой-то период времени уехать из своей страны, из своих регионов. Есть целый ряд решений, которые приняты на российском уровне. Во-первых, выделяется средство на оказание помощи, как по линии ФМС, так и по линии Министерства регионального развития Российской Федерации, которые носят такой точечный, конкретный для каждого человека, вынужденного уехавшего из своей страны характера и дают возможность на территории регионов организовать более-менее комфортные условия. Что сделали здесь мы в регионе? Во-первых, по поручению главы республики сформирована у нас опять же рабочая группа, приняты изменения в нормативную базу, это утверждены 12 пунктов временного размещения таких граждан, сегодня задействовано всего 3 пункта и в них находится 237 человек, нет, 192 человека, которые вынуждены были уехать. Это централизовано. Граждан, уехавшись с Украины и сегодня размещающиеся у родственников, у людей, которые, в общем-то, проявили понимание в данной ситуации, значительно больше. Кстати, много таких людей? Во-первых, пересчитать, наверное, всех тяжело, я могу только оперировать то есть статистик, которая имеется у ФМС. Так или иначе, за этот период было зарегистрировано свыше 2000 человек, выехавших с Украины. Близких к этому статусу порядка 500, наверное, 600 человек, реально, это было связано с выездом, потому что военные действия. Лимит, который распоряжение правительства за нами закреплен, сегодня правда говорят об его увеличении, но я думаю, мы где-то если ситуация, вот как сейчас мы видим, что там идет прекращение огня и более спокойная ситуация, вот если вдруг все-таки будет ухудшение, наверное, централизованно 500-600 человек придется все-таки принять, принять, это в наших силах, у нас организовано на 568 мест в ПВР, то есть мы спокойно можем разместить в нормальных комфортных условиях и соответственно обеспечить питание, проживание и так далее. Какие проблемы естественно столкнулись? Люди выезжают с детьми, люди выезжают с ограниченными средствами, и соответственно основная задача на первом этапе вставала по оказанию какой-то благотворительной помощи, и помощь оказана была и в плане одежды, выдачи каких-то небольших материальных сумм, задействованный у нас фонд благотворительный, то есть вся эта работа со стороны органов власти организована была. 1 сентября соответственно была проведена большая работа до наступления 1 сентября, это по определению школ, где должны дети учиться, по дошкольным учреждениям. Сегодня я могу сказать, что в эту категорию попало порядка 265 человек, это школьники, дошкольники, техникумы, вузы, все они на сегодня обеспечены местами, проблемы были, то есть по школьникам все более-менее было ясно, по дошкольникам здесь в первую очередь сложности какие были. Ты понимаешь, что основная проблема как раз только дошкольники, потому что и со студентами, и с учащимися средних специальных заведений тоже нет проблем. Все они пошли себе и пошли спокойно. Понятно, да, большая часть вопросов оперативно закрывалась, но некоторые вещи, которые нельзя учесть, или нужно было учесть, но они были не учтены, они возникают. Ну, простой пример, девушка с Украины должна была пойти не на первый курс вуза, а на третий, а решения по бюджетным местам приняты только были по вновь начинаем учебу. Ну, соответственно, здесь нужны какие-то решения по данной ситуации, да, там, то есть, проблем, наверное, говорят, проблем, потому что люди сегодня действуют по тем регламентам, которые приняты правительством России, приняты на уровне регионов, там, вот эта проблема есть. По дошкольникам, по детям, которым свыше трех лет, проблем нет. Данная ситуация решена для жителей Чувашской республики, в первую очередь, естественно, мы ее решаем для жителей Украины. Есть напряженность по обеспечению дошкольных мест с полутора до трех лет, до двух с половиной даже, вот по городу Чебаса. Естественно, здесь выдача мест вне очереди, оно может дать какую-то напряженность в целом для граждан уже Чувашской республики. Но я еще раз подчеркиваю, здесь нужно к этому относиться с пониманием, и там речь не идет о тысяче каких-то мест, там буквально 5-6 мест, то есть, в принципе, больше разговоров таких бытовых, что кто-то кого-то ущемляет. Поэтому нужно просто шире посмотреть на ситуацию, и вы увидите, что никто никого не ущемляет, и здесь буквально точечное решение. Плюс правительство Российской Федерации, Чувашской республики, эту задачу до конца года должна решить. в том же городе Чебоксары должно открыться порядка пяти новых дошкольных учреждений, ну или восстановленных. То есть, соответственно, это еще даст возможность закрыть вот эту напряженную ситуацию, и все это будет решено. Больше, мне кажется, было проблем пошив школьной формы. Мы знаем, что у всех утверждены стандартные школьные формы. В прошлом году мы сами занимались этой проблемой со своими детьми. Соответственно, есть такой вопрос и у тех детей, кто приехал из Украины и, соответственно, пошел в школу. Здесь и сами родители, я имею в виду, уже школьников наших в Чувашской республике помогли. Где-то спонсоры очень большую работу провел Минэкономразвитие Чуваши с производителями школьной одежды, и они пошли навстречу и для целого ряда детишек пошили индивидуально. Я думаю, это нормальные отношения. В школу собрали всех, потому что мы, например, сами неоднократно выезжали. Чьи обники эти вопросы, вообще их не было. Люди очень охотно делятся. Здесь Минобразование с муниципалитетами этот вопрос сразу закрыли, и министр образования даже говорит, не надо ставить, мы этот вопрос закроем, и его нет смысла даже обсуждать. По школьной форме немного было, но его закрыли. Я просто считаю, что все люди с пониманием и каких-то острых ситуаций не возникало. Я думаю, что все будет нормально. Иван Борисович, тут еще такая проблема. Все-таки большинство людей, которые приехали сюда, в Чувашию, у них такие профессии связанные с работой на шахтах. Хотя есть и другие. Наш рынок труда в данный момент предлагает достаточное количество рабочих мест. Служба занятости регулярно отчитывается. Но все-таки такой дисбаланс наблюдается. Предусмотрены ли какие-то меры по переобучению, по повышению квалификации для вновь приехавших с нашей стороны? Ну, шахтеров в первую очередь не так много приехало. Может быть, это и к лучшему. Еще 10-12 лет назад такой профессии в Чувашии не было. Она появилась впервые, когда открывалась шахта в Парецком, шахта Гиппун. Тогда появилась профессия. И, кстати, первыми работниками именно шахтерами на этой шахте в Парецком были, опять же, люди, кто переехал из стран бывшего СНГ. В том конкретном случае из Узбекистана. То есть, в принципе, поэтому возможность устроить на данном предприятии шахтеров есть. И по той информации, которая у меня имеется, два человека изъявили желание работать именно на шахте в Парецком. То есть, в принципе, работа по трудоустройству даже по таким специфическим специальностям имеется в регионе. Я хочу сказать в целом, акцент, который брало правительство на себя и наши рабочие группы, и мы этому уделяли особое внимание на тех мероприятиях, когда мы собирались, обсуждали проблемы, это трудоустройство граждан Украины, выехавших в этой ситуации. Сегодня в целом по тем, кто обратился и кто попадает в эту категорию, по кому ведется учет непосредственно, это 237 человек, из них трудоустроено 179, порядка 80% это высокий процент, в целом по если брать той группе, с кем мы работаем. Из них 120 человек устроились через службу занятости, 59 устроились по своей инициативе. Есть группа людей, кто не трудоустроится по той или иной причине, получает отказ от работодателей. Я знаю, что служба занятости, активность сегодня работает с этой группой. Созданы опять же конституционные пункты, ведется обучение людей как вести переговоры, трудоустроиться, то есть там точная такая большая работа. Поэтому я думаю, что в большей части мы эту ситуацию решим по трудоустройству. То, что вы сказали по переобучению и так далее. Здесь мы опять же руководствуемся теми решениями, которые приняты на уровне Российской Федерации, Чувашской Республики. Сегодня, чтобы переобучаться в рамках нашей программы занятости, человек должен быть признан безработным. Из граждан Украины пока это один человек. То есть да, может пройти переобучение совершенно бесплатно. Для других, кто изъявил желание переобучения, сейчас создано два основных направления. Это переобучение по линии работодателя и готов оплачивать это. Ну и соответственно переобучение за счет собственных средств. Понятно, что здесь есть определенное напряжение, но мы в этом направлении работаем. Я думаю, что если учебные заведения республиканские, мы будем с пониманием подходить к этому и я думаю, что найдем какое-то приемлемое решение по оплате или допустим отсрочки оплаты. Может быть отказа от этого переобучения идет по линии учебных заведений, которые входят в ведение Министерства образования Чувашской Республики. Просто понятно, что в этом случае мы не можем использовать средства службы занятость, так как они четко регламентируются даже не решением правительства республики, так как это переданные полномочия, они регламентируются на уровне Российской Федерации. Но надо отметить, что Российская Федерация здесь оперативно принимает решения, необходимые документы долго не залеживаются. Поступают сигналы с регионов и буквально по целому ряду направлений смотришь, вроде только сигнал поступил с региона, через какое-то время уже идет или разъяснение, или методические рекомендации, как допустим по линии школьников и дошкольников. Пришли методические рекомендации Минобора науки Российской Федерации. Что нужно делать, как нужно делать и чем нужно руководствоваться. Я думаю, что эта проблема тоже будет оперативно решена. Но сегодня мы одни из лидеров по трудоустройству граждан Украины. О проблемных вопросах будет много возникать. Допустим, те же граждане Украины считаются нерезидентами. Соответственно, если мы с вами НДФО платим 13%, то гражданин Украины по крайней мере полгода должен платить 30%. Все. Налоговый кодекс он четко все расписал. И на уровне России все это знают. Если будут требоваться какие-то индивидуальные решения, я думаю, они будут приняты. То есть, проблемы есть, но в принципе все решаемые. Я считаю, что это общая беда, которая случилась на Украине. И мы ее совместными усилиями, граждан России, правительство России, правительство Чувашской Республики, просто людей, которые болеют душой за своих бывших соотечественных, коллег, просто людей. Мы совместно это решаем. Я думаю, все от души. Иван Борисович, еще в завершении разговора, буквально месяц, ровно месяц остался до начала международного спортивного форума «Россия и спортивная держава». Вот буквально в двух словах, что уже сделано, что предстоит сделать, насколько вы оцениваете уровень нашей готовности к проведению такого значимого мероприятия? В первую очередь вышло распоряжение президента Российской Федерации о проведении двух мероприятий. Во-первых, форума «Россия и спортивная держава» и Совета предпрезиденте по развитию физической культуры и спорта. То есть, это два больших события, которые должны состояться у нас в период с 9 по 11 октября. Данный форум пройдет пятый раз. Первый раз данное мероприятие было проведено в 2009 году в Казани. Потом проходили мероприятие в Москве, в Саранске, в Якутии. И вот волна докатилась до Чувашской Республики. С чем это в первую очередь было связано? С тем, что за последние три года серьезные достижения в области развития масс физической культуры и спорта достигнуты на региональном, то есть на уровне Чувашской Республики. Это позиция главы республики Михаила Васильевича Игнатьева, который именно делает акцент на развитие масс физической культуры и спорта. То есть профессиональных достижений может быть для этого необходимы какие-то значительные средства, но для развития вот именно массового спорта требуется желание в первую очередь людей и понимание со стороны. А возможность такая она в Чувашской Республике дана. У нас построены ФСК, у нас строятся ледовые дворцы, у нас строятся там плоскостные соответственно сооружения. И мы одни из лидеров в Российской Федерации по охвату спортом населения. Насколько я знаю, у нас 52 всего, у нас всего 52 спортивные школы. Но самое главное, они у нас связаны со спортивными сооружениями. У нас там сформирован хороший состав специалистов и есть доступная возможность жителям и села, и города получить услуги этих сооружений, пойти в спортивную школу и так далее. То есть заниматься спортом. И это было оценено на уровне Российской Федерации. Мы, во-первых, получили премию, были признаны лучшим регионом, и по организации массового спорта заняли второе место по результатам 2012 года. То есть в принципе это как бы итог, который выльется в это большое мероприятие. Это официальное признание наших заслуг. И что сегодня делается? Во-первых, смета расходов составлена, состав участников, планируется порядка 5 тысяч участников. Из них около трех тысяч это гости Чувашской республики. То есть задействованы будут все площадки. В первую очередь понятно, это Чебоксар, Чебоксар, Чебоксарский район. Но если у кого-то возникнет желание познакомиться с развитием спорта в сельских районах, то естественно мы готовы вывести наших коллег, гостей и туда. Соответственно определены площадки, где это все пройдет. Утвержден сценарий, оргкомитеты. То есть вся эта работа проводится и она освещается широко в средствах массовой информации. Я надеюсь, что все жители республики и соседних регионов и Российской Федерации уже начинают осознавать, что пройдет такое большое мероприятие здесь у нас в Чебоксарах в Чувашской республике. Сегодня каких-то нерешенных вопросов я не вижу. На уровне Чуваши рабочую группу возглавляю. Но чаще всего данное мероприятие проводит у нас глава республик, потому что в принципе это вопросы близкие и к нему как по духу он всегда активно занимается спортом и соответственно мы вводные получаем непосредственно от главы республики. И соответственно уже было заседание Оргкомитета на уровне Российской Федерации, он прошел в Москве. На следующей неделе ориентировочно-предварительная дата ставилась 19 сентября, ожидаем приезд министра спорта и проведение уже Оргкомитета здесь в Чувашии. И я думаю, что будут окончательно все акценты расставлены. Сегодня главная задача сработать в соответствии с теми планами, с задачами, которые поставлены правительством Российской Федерации, главой республики. То есть планы есть, они адекватные, их нужно только выполнить. Ну, я не вижу каких-то других причин, чтобы мероприятия пробуксовала. Только все зависит от нас. Все в наших руках. Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня на студии был председатель правительства Чувашской Республики Иван Борисович Моторин. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова